Ассаламу аликум друзья, с вами вновь Чечен Синдром. Друзья, сегодня хотелось бы поговорить об одном вайнахском обычае, это обычае избегания. Конечно это звучит как-то странно, но этот обычай имеет очень глубокий смысл, напрямую связанный с понятием аздангала, то есть культура поведения, в переводе с чеченского. Обычай не просто показуха, а проявление уважения к старшим в первую очередь. И мы категорически не согласны с авторами, которые пишут что это пережитки прошлого. Итак, обычае избегания, вы можете увидеть на примере вот этой фотографии, что вы видите сейчас на своих экранах. Эта фотография, сделана в 1937 году, в Казахстане, Джамбульской области, в совхозе Майенкум. На фотографии, семья Эль Сахаджева Джабрайла, из села Махкеты, Чеченской республики, третий слева. Здесь мы видим, что сын не сидит на коленях отца, жена не сидит рядом с мужем, отец не держит дочь на руках. А именно, на фотографии, посередине сидит отец, от него идут зеленые стрелки, это его дети и жена. Слева сидит другой родственник, синие стрелки, его дочь посередине, жена справа, вверху. Как видите, они все не сидят рядом. Это не простая случайность. С другой стороны так и не было задумано, это просто в крови. Женам никто не говорил, где вставать, а дети стоят с дедушкой и с дядями. Сегодня, многие этот обычай игнорируют, или просто не знают. При общих фотографиях соблюдайте, а с Дангала. Не вставайте рядом с мужем, не сажайте своих детей на колени. Деда или дедушка, с большим удовольствием это сделают. И когда-нибудь, лет через пятьдесят, ваши потомки будут смотреть фотографии своих предков и ценить этот обычай, стараться соблюдать его и дальше. Друзья, ну согласитесь, конечно нелегко соблюдать вот такие обычаи. Допустим вы на людях, и к вам подбегает ваше малолетнее чадо, и просится к вам на руки, а вы в свою очередь, игнорируете его как можете, отталкивая и крича чтобы его забрали. Но подумайте сами, не будь у нас с вами таких обычаев и традиций, мы назывались бы сегодня с вами военахами. Думаю, что нет. Друзья, на этом у меня все. Спасибо вам за просмотры, и до новых встреч.